В Беларуси с января зафиксировали 159 случаев нарушения ценовой политики в торговле. Такую статистику приводит март. Ведомство привлекло к административной ответственности 81 должностное лицо, 44 физических, 40 юридических, 12 индивидуальных предпринимателей. Сумма штрафных санкций с учетом материалов прошлых лет более 1,3 миллиона рублей. С января проверено уже более 1800 объектов. С начала лета в Могилевской области утонули 16 человек, в том числе два ребенка. Спасатели призывают отдыхающих у воды к соблюдению элементарных мер безопасности. Не купаться и не нырять в запрещенных местах, не употреблять спиртное, не оставлять без присмотра несовершеннолетних детей. Бобруйская славянка вошла в Книгу рекордов Беларуси как предприятие, создавшее самую высокотехнологичную одежду. Славу принесла куртка с нагревательными элементами. Уникальная технология позволяет демисезонному предмету гардероба превращаться в зимний и наоборот. Одежда может поддерживать температуру от 25 до 55 градусов. 20 июля с 9 до 12 часов исполнительный комитет и районные администрации проведут прямые телефонные линии. На повестке дня обсуждение социально-культурной сферы и идеологической работы, образования, социальной защиты. Также разговор коснется вопросов контроля за исполнением документов и работы с обращением граждан и юридических лиц. К концу недели температурный режим в Беларуси станет более комфортным. Экстремальная жара пойдет на спад. По прогнозам синоптиков, в пятницу столбик термометра опустится до 22-27 градусов со знаком «плюс». Несмотря на значительное понижение, в выходные стоит ожидать грозы в отдельных районах. Из-за непогоды больше всего пострадали Могилевская и Гомельская области.